Всем привет, мои хорошие, с вами Карина. Я сразу прошу прощения, извинения за шум дрели, который будет слышать. С той стойкой с самой стороны, к сожалению, сеть делает ремонт. Если я буду ждать, когда они закончат, то я боюсь, что видео я не начну снимать раньше, чем через полгода. Сегодня мы поговорим о посылке с очередного китайского сайта. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, всем приятного просмотра. Название интернет-магазина я, к сожалению, не помню, поэтому просто укажу ему в описании. И уже перейдем непосредственно к товарам. Во-первых, решила я попробовать, никогда раньше не заказывала от китайцев, да я вообще никогда раньше таких вещей не пользовала. Заказываю, сережку, которая надевается на ухо вот там, через все ухо. Рылась я, рылась там по сайту, там вот такая не понравилась, такая не понравилась. Верю, опа, дракон. Ну, вот, собственно, дракон. Ну, думаю, закажу, буду как матерь драконов. Я, в конце концов, не люблю, на самом деле, как ледис, из «Секрет престолов». Гораздо больше мне нравятся герои Эмстероса, Ания, Эссеса. Ну, не суть важна. В общем, закажу, думаю, только сережку, выпаду из всего того, что там есть. А то мне нравится больше всего, ну, как матерь дракон. Ага, заказала. Ну, в общем, я сейчас вам покажу мои свои страдания и мучения. Смысл в том, что она, по идее, должна одеваться вот здесь через ухо и вдеваться, соответственно, в дырку никакую. А по факту доля у меня дырки в ушах не такие. Доля у меня, хотя, скорее всего, просто причина кроется в том, что у меня просто ухо маленькая. Это реально тоже маловато. Ну, короче, смысл в том, что вот эта хрень держится ровно три секунды. Вы увидели прекрасно, что она отваливается. Но я не поняла, я нескольким своим знакомым дала поверить, под их форму уха тоже не подошли. Почему? Что это такое для меня загадка. Попробую найти какого-нибудь хозяина, потому что, в принципе, штучка симпатичная, что-нибудь такие вот. Байкеры, металисты, рокеры, глэм-рок. Мне кажется, людям такого стиля эта штука подойдет. Ну, как ее носить? Думаю, непостижимо. Поэтому вот это он пролег, заставлю, наверное, слабенькую троечку. Это исключительно за счет того, что она прикольно выглядит. Она в остальном совершенно ненасименная и, кстати, еще очень тешевая. То есть она еще срывается сухо просто за счет своего веса. Потому что немаловажно. Следующая вещь. Меня вообще, ну, вполне часто уже видно. Я впервые за долгое время, за очень долгое время, мне нравится основной траве сезона в плане цвета. Обычно я как-то от актуальной моды держусь сильно в стороне. А тут вот прям, знаете, зеленый меня порадовал. Хотя вообще я зеленый цвет никогда сильно не любила. И вот вштырило меня в зеленый сравнительно недавно. Но зато уж вштырило так вштырило. В общем, заказала я себе там сразу два товара зеленого цвета. Во-первых, это часы. Не носила часы очень давно. У меня когда-то были клевые часы. Но поскольку меня, блядь, так, 12 назад, сильно шибанула током, то я потом все часы очень быстро на себе останавливала. Ну, то есть, пару месяцев поносила. И все, а есть до ремонта уже не подлежат. Поэтому я потом достаточно долгое время часов не носила. К тому же, как раз, уже хорошо вошли в оборот мобильники. И зачем, когда все это есть. А то прикольные часы с усишками такие. Абсолютно хипстерские. Вот. Да, дорасти до 27 лет, в принципе. Ну, у меня, конечно, не хипстер. Ну, прикольная культура. Объективно. А, в общем, заказала я все эти часики. По качеству меня не очень порадовало, что я их уже вот здесь подклеивала. Тут картонка на картонке. Картонкой погоняется. Вот просто край расклеивается. Но, опять же, это вопрос, наверное, носки этих часов. И вторая часть вот этого вот хлястика, который закрывают вот здесь. Вот это я ее отобрала. Вот это я уже сама ее отобрала. Она, наверное, меня растражала. Вот в том, остальном часы мне нравятся. Идут хорошо. Подводить их не нужно. Она вот как подвела изначально, так и мне вот сколько уже, два месяца я с ней нахожу без нареканий. Батарею не меняла, что, в принципе, опять же, с учетом того, как это все со мной, со всем моим организмом сочетается, в общем, все это вполне неплохо. Мне часы, честно, нравятся. Вполне могу поставить твердую 4, заключительно за счет вот этого хрени, которая здесь немножко расклеилась. Во всем остальном, все отлично. И фасонный, и дизайн, и, в общем-то, качество. Механизмы, по крайней мере, в мешке, если что, всегда легко меняются. Ну и третья вещь, опять же, оттуда же, это рюкзак. Вот те, кто знают меня лично, наверное, заметили, что я в последнее время, кроме как с этим рюкзаком, который, конечно, весь в прошачьей шерсти, потому что это пушисто-зазранец, меняет, оставляет все-таки, куда можно. В общем, те, кто знают меня лично, наверное, я видела прекрасно, что я кроме этого рюкзака сейчас практически никаких сумок не учу. В общем, реально он мне нравится. Честно, я вот тысячу лет уже рюкзаков не носила, за включение это в дорогу. То есть я дорогу как-то вот, чемоданы все не люблю, поэтому, как правило, у меня один большой, хороший, дорожный, крутой рюкзак. Вот. А тут мне прямо вот понравилось. Я действительно постоянно таскаюсь этим рюкзаком, а учитывая в общем, и целом, такой вот общий образ, то есть, как правило, я в каких-то штанах, рубашке и сверх кеды, ну, что-нибудь такое, в общем. Смотрится это все очень здорово. Вместе мне нравится, я довольна, повторяю еще раз, качество у него хорошее. Единственное, изначально были не очень удобно сделаны вот эти лямки, оно просто раскрывалось, но я как-то тут очень хитро все замотала сама. Смотрится норм, в общем, если не присматриваться особенно. А кто-ка сюда будет сильно присматриваться? В общем, просто не хватает еще одной. Ну, когда карабин более сложный, оно держится хорошо. Когда карабин вот простой, оно будет разваливаться, в Китае, где угодно. Были у меня сумки-юрзаки с такими карабинами раньше, разваливается точно так же быстро. Просто раскрывается вот так вот сам хвост, подтяжка. Вот. Здесь все прошито качественно, строчки, ну, помещение внутри, понятно, одно. Ну, блин. В общем, у него одно помещение, здесь один кармашек, здесь два боковых на этой стенке. И все. Лямки затягиваются. Эта штука потом завязывается, закрывается на кнопку. Здесь длину можно отрегулировать вполне себе. В общем, хорошая штука. Нравится, повторюсь, еще последний, наверное, раз. Очень довольна. Хороший рюкзачок. Вполне довольна приобретения. Вот как-то так. Если вообще, в принципе, так вот немножко вкратце. Не люблю я китайские интернет-магазины. Сколько нас тогда... Просто в прошлом году атаковал фэшн-аул с кучей этих поддельных сумок, на которые потом обзор снимать не хочется. После того, как получаешь, они катастрофически ужасные. Просто даже противно такое в кадр рисовать. А здесь нет. Здесь действительно хорошее качество товара. И прошито на совесть, и сделано на совесть. И при этом, что... Может быть, я, конечно, там не сильно разбираюсь, но, по-моему, это ни разу не попытка сделать реплику на тот или иной известный бренд. Хотя, не такой уж я большой специалист в брендах. Может быть, что-то не прям супер раскрученное пропускаю. Вот такое было мое мнение. Спасибо вам, что вы посмотрели. Оценивайте, пишите комментарии. Очень скоро увидимся с вами в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok